приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание великому церковному празднику который входит число двунок десятых тоже уделим внимание народным приметам на этот день 27 сентября поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день и так друзья далее все более подробно и так 27 сентября православная церковь празднует воздвижение святого и животворящего креста господня в древних летописях это дата еще называется как ставровый день название происходит от слова стаурус что в переводе означает крест установленный в память о величайшей святыне христианского мира честным и животворящим кресте господнем праздник воздвижения связан с несколькими чудесами давайте раз рассмотрим каждое из чудес и так чудо первое константин великий стал первым римским императором который покровительствовал христианской веры в начале четвертого века во время войны к с максинтием император и его войско ночью на небе увидели образовавшийся из света крест с надписью сим побеждай сначала все сошли сочли это худым предзнаменованием а император впал в великое уныние но в ту же ночь константину явился иисус христос который пообещал ему победу если он изобразит крест на знаменах войска по пробуждению император обратился к художникам объяснил вид креста и дал много золота и драгоценных камней чтобы украсить воинское знамя вскоре произошла битва и константин одержал победу хотя и имел гораздо меньше а войско чем его соперник после этого император стал защитником и покровителем христианской веры чудо второе это событие тоже связано с константином великим который испытывая глубокое благоговение к христу к христу и христову и изъявил желание видеть и иметь его но чтобы отыскать святыню в иерусалиме отправилась его мать святая елена после длительных поисков ей наконец-то удалось найти место где был сокрыт крест господен он находился с двумя другими крестами так как от него отпала табличка его ни разу не сразу и узнали узнали крест по чудесам который господь совершил через него поочередно каждый из найденных крестов приложили к тяжело больной женщине и после ее исцеления поняли какой именно из них является христианской святыней потом животворящий крест приложили к мертвому и он воскрес узнав об этом множество христиан собралась в иерусалиме чтобы поклониться святыне тогда иерусалимский патриарх макарий воздвиг крест на высоком месте а верующие увидев его пали на землю и с радостью сказали господи помилуй половина креста царица елена оставила в церкви гроба господня а другую половину и гвозди отправила своему сыну константину благочестимым путешественникам разрешили взять с собой частицы от древа оставшегося в иерусалиме поэтому в скором времени части животворящего креста распространились во всем мире обретение креста господня произошло в 326 году а через десять лет на этом месте возвели храм во славу воскресения христова и 13 сентября по старому стилю храм освятили а на следующий день установили ежегодно праздновать воздвижение честного креста господня в народном календаре 27 сентября назвали как 3 осенины которые также называли как воздвижение или сдвижение наши предки считали что на воздвижение уползают неизвестном направлении змеи и рептилии поэтому 27 сентября запирали ворота и старались не ходить в лес считалось что лес в эту дату кишит не только змеями но и лешими при этом праздник народе говорили на воздвижение осень к зиме быстрее движется к этой дате обычно уже заканчивается бабье лето темнеет рано а солнце если и светит то уже не греет с этого дня начинала череда осенних праздников так называемых капустниц холостые юноши высматривали невест а девушки в красивых платьях рубили капусту и готовили из нее различные блюда вечер вечерами молодежь устраивала застолье и пляски на которых нередко образовывались пары поэтому до покрова справлялась много свадеб народные приметы в этот день и погода могли о многом подсказать главное было обращать внимание в течение дня и по не забывать поднимать голову крайне зиме будут заморозки с утра книпы при великому полноводью если гуси летят высоко а к малому если низко лето будет теплым если дует северный ветер холода наступит не скоро если погода ясная и теплая весна будет ранее если резко похолодало в этот день сегодня запрещено было брать в руки спицы иголки заниматься вышивкой или даже созданием нарядов сегодня вам основательно придется заняться своим здоровьем не исключены проблемы со здоровьем обострения хронических заболеваний нежелательно в этот день пробовать новые методы лечения экспериментировать лекарствами и профилактическими средствами постарайтесь в этот день как можно меньше говорить о своем о своей болезни тогда и и выздоровление наступит гораздо быстрее постарайтесь очистить пространство вокруг себя и обязательно удалите ненужные письма и негативные мысли спиртные напитки сегодня также были противопоказаны на чтобы нормализовать давление нужно ограничить потребление жирная пища по утрам совершать пробежку день сегодняшний благоприятен для физических нагрузок занятий спортом длительных прогулок и путешествий пешком сегодня приготовьтесь к тому что возможно у вас на работе могут произойти какие-то незначительные на первый взгляд но очень перспективные перемены выделите для себя время для того чтобы пересмотреть свой график свои обязанности и постараться приспособиться к этим переменам постарайтесь воздержаться от любых решительных действий и посвятите свое время планированию своих дальнейших шагов и тогда придет время действовать и вы уже будете к этому подготовлены без труда приспособитесь к любым условиям работы без работы вы сегодня не останетесь а вот успеете ли вы сделать все необходимое зависит только от вашего трудолюбия и настойчивости постарайтесь сделать так чтобы ваша работа не только приносила вам заработок но обязательно приносила пользу обществу сегодня вы будете перепреисполнены поистине исключительная энергия которая поможет вам справиться с любой проблемой которая выпала на вашу участь и чем больше запутание и труднее покажется вам стоящие перед вами задачи тем больше удовольствия вы получите от их выполнения постарайтесь сегодня быть внимательнее к окружающим иногда может возникнуть неприятная ситуация когда искренне стремясь помочь люди оказывают медвежью услугу но чтобы не попасть такое глупое положение старайтесь внятно объяснить чем именно вы нуждаетесь сегодня у вас невероятно обострена ваша сообразительность и вместе с ею и темпераментность но вы постарайтесь держать свои эмоции в руках и не выходите из себя по мелочам несмотря на все это вы проявляете сегодня уникальную терпимость по отношению ко всем окружающими не позволяете себе срывать плохое настроение ни на в чем не повинных людях если вести себя подобным образом не только на работе но и дома ваши отношения с близкими значительно улучшится сегодня не пытайтесь решить разом все свои проблемы если что-то не получается переключите свое внимание на нечто иное ну например учебу свое хобби общение с друзьями или занятия спортом как только вам удастся расслабиться сразу станет ясно что и как и все это нужно сделать и сколь безосновательности были ваши тревоги запрещено сегодня давать деньги в долг ведь могут ухудшить соотношения с близким вам человеком вы сохраните здравый смысл и именно поэтому не скажете не сделайте ничего лишнего влюбленным стоит сегодня сделать приятность и при своей половинке радость любимого человека будут безграничной что касается самочувствия то с этой стороны вам ничего не угрожает сейчас вы полны физических сил и жизненной энергии которая позволит вам легко справиться с любыми болезнями сегодня вы сможете похвастаться приподнятым настроением и хорошим физическим состоянием поэтому любой ваш ваш недуг не задерживается в организме сегодня вы будете в своей самой лучшей физической форме но не нужно переоценивать свои силы и брать слишком много работы кстати это касается и умственного труда который может тоже грозить переутомлением сегодня к вам в гости постучится прошлое опустите его к себе поболтайте о милых пустяках расскажите как сложилась ваша жизнь день ангела сегодня отмечает иван амалия гай мирабелла адольф и космо рожденные 27 сентября это как правило люди очень разноплановые только с виду может показаться что они простые и максимально понятные когда узнаешь таких людей ближе понимаешь насколько они духовно богатые считается что сон приснившийся в ночь с 26 на 27 сентября очень важен поэтому обязательно вспомните что вам приснилось и загляните в sonic чтобы расшифровать увиденное сновидение приснившиеся днем 27 сентября подскажет кто из знакомых является вашим врагом сны увиденные в ночь с 26 на 27 обычно показывают путь который вам надо выбрать для решения своих кармических задач поэтому к сновидением этой ночи нужно все-таки постараться отнестись особенно внимательно и серьезно многие задаются вопросом а как же правильно отмечать праздник воздвижения креста знаете великий 2 на 10 праздник воздвижения креста господня в храмах из алтаря торжественно выносят крест и кладут на аналой где он остается до 4 октября обращаем ваше внимание 4 октября праздник отдания воздвижения обязательно в честь праздника проходит всеночное бдение 26 сентября и литургия 27 сентября воздвижение креста в этом году приходится у нас с вами на среду это постный день кроме того в сам праздник связаны с смертью иисуса христа на кресте независимо от дня недели на которой он выпадает верующие стараются не пить спиртное не веселятся и не развлекаются не переедают на стол как правило подаются пироги с капустой постные щи овощи каши мясо я яйца молоко рыбу воздвижение не едят что же можно делать 27 сентября знаете утром праздничного дня 27 сентября нужно пойти в храм на торжественную службу и молитву прослушивание проповеди про возвращение креста благополучие счастья в семье после службы совершается крестный ход еще раз напоминаем что в этот день нельзя начинать значительных и важных дел говорят все прахом пойдет также согласно народным традициям 27 сентября соблюдают древние славянские дохристианские обычаи считается что к этому дню окончательно наступает осень и меняется время года готовят постную пищу по спастящиеся смывают себя семь грехов праздничному столу готовят блюда из капусты поэтому воздвижение иначе в народе еще возможно вы услышите как капустница в праздник нужно окропить дом освещенной водой чтобы было счастье здоровье и благополучие над входной дверью как правило рисует крестик на огородок заканчивает уборку урожая в этот день близким людям можно дарить нательные крестики а вот сны в ночь на воздвижение подскажет решение проблем и жизненных ситуаций и вы знаете с праздника воздвижения наши предки начинали рубить капусту говорят этот обряд длился аж целых две недели приветствовала заготовка из соленой капусты выпечка пирогов со свежей ну а чтобы уберечь свой дом от темных сил и разных бед в наши предки рисовали кресты над дверями как светлый знак также давайте теперь поговорим о том чего же нельзя было делать 27 сентября в такой вот великий большой православный праздник итак друзья в этот день не советуем уходить в лес куда сползаются змеи из всех деревень именно по этой причине закрывали ворота во двор иначе ползучие гады могли попасть туда и причинить вред человеку кроме того в этот день запрещается обижаться негативно мыслить нецензурно выражаться оскорблять кого-либо ссориться и конфликтовать если нарушить хотя бы один пункт из этого списка считалось что господь считает вас грешником и не защитит дом от нечисти делать важные дела тоже в этот день не рекомендуется планы следует выполнить до до другой даты в противном случае все к чему вы будете прикасаться к сожалению обречено на провал также нельзя давать в долг или взаймы если дать кому-то деньги на время скоро можно понести большие убытки нельзя и в этот день шумно отмечать праздник так как все же это день памяти потому излишнее веселье песни и танцы рекомендуется отложить на другой день или на более подходящий праздник нельзя в этот день и венчаться в дни двунадесятых праздников церковь не проводит венчание свадьбу в этот день никто проводить не запрещает однако верующим стоит знать что на свадьбе зачастую не обойтись без шумного веселья что на воздвижение креста господне не следует делать о своих планах задумках и идеях нельзя рассказывать даже самым близким людям противном случае осуществить вам этого не удастся в этот день как мы уже говорили ранее полагается поститься считается что тому кто соблюдает пост сегодня проститься семь грехов однако в такое время когда собирали урожай овощей и фруктов обойтись без мяса яиц молока и рыбы достаточно просто так как на столе множество осенних даров также сегодня хороший день для того чтобы подарить нательные крести такой крест будет мощным и берегом для человека а также сегодня не занимаются ремонтом не делают физического любого труда не прибираются и не рубят дрова обращаем на это друзья ваше особое внимание тоже мы в описании к этому видео оставим молитвы в день воздвижения святого и животворящего креста господня обязательно прочитайте эти молитвы они вам помогут мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогает в жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь обязательно ставьте лайк этому видео мы всех поздравляем с великим праздником желаем всем мира любви гармонии достатка обязательно берегите себя на прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованные видео для вас нажимаете на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ услышимся в следующем видео